ПЕСНЯ Борис Лавренев. Счастья Лёши Ширикова. ПЕСНЯ Это было давно. В далекие, овеянные славой и романтикой годы гражданской войны. Я был тогда еще совсем молодым начинающим корреспондентом. Попал я по заданию редакции на Азовское море. Ну, радости моей не было предела. Еще бы попасть впервые на море, увидеть военных моряков, только что созданной тогда, а впоследствии знаменитой Азовской флотилией. До той поры мне не приходилось общаться с настоящими военными моряками, которые мне представляли с людьми особой породы, этакими легендарными богатырями, суровыми и молчаливыми. А встретился я там с людьми обыкновенными, скромными, веселыми и очень общительными. Они охотно беседовали со мной, подсмеиваясь над моим восторженным отношением к их профессии, над моим горячим любопытством ко всему героическому в их жизни. Там довелось мне услышать много рассказов о жизни и походах этих мужественных и смелых людей. Но вот один случай мне показался особенно любопытным и интересным. Это была история о Лёше Ширикове, о котором все говорили с какой-то веселой отцовской нежностью, о том, как он стал настоящим военным моряком, о том, как он нашел свое счастье. Рассказали мне эту историю сами участники событий, которых по остроумному морскому выражению завел начальник дивизиона истребителей Виктор Петрович Литков. Лёша Шириков? Ну как же! Весьма популярная личность у нас на флоте. Лично я всегда считал, что Лёша мог бы вполне служить живым доказательством справедливости поговорки «Не родись красивым, а родись счастливым». Ну, красавцем Лёше, скажем прямо, никогда не был. Допустим, что нежный девичий румянец может украшать молодого человека 23 лет от роду. Согласимся даже, что глаза добродушной синенькой рассветки, вроде скромно выглядывающих из оржи васильков, тоже могут способствовать жизненному успеху. Но как прикажете отнестись к нелепой бесформенной шишечке, которая гнездится на месте носа, причем кожа на ней постоянно лупится, как на настоящей картофелине, а веснушки исполняют должность картофельных глазков? Как воспринять волосы эдакой пегой раскраски, какие бывают только на лошадиных хвостах? Ну, казалось, откуда человеку с такой наружностью может привалить счастье? И всё-таки Лёша Шириков был счастливчиком. Не верите? Напрасно. То же самое вам скажет любой из моих матросов. Ну, им ли не знать своего дружка? Эй, Сердюк Гордюшенко! Есть боцман Сердюк, товарищ Ночдив. Есть моторист Гордюшенко, товарищ Ночдив. Ну, Орлы, что вы можете сказать о нашем общем друге, о военном моряке Лёше Ширикове? О-о-о! Так что, товарищ Ночдив, рассказать о нём можно много, сами знаете. Ну, парень, о парень, стоящий, как есть по всем статьям заправский моряк. Опять же, товарищ Ночдив, надо заметить, и везло же ему от рождения, во всём. За что б не брался, ух, везло. Сам признавался, начнёт, бывало, вспоминать всякие случаи своей жизни. Со смеху морить. Мальчонка ещё был. Мальчика его, злая да тяжёлая, да, руку, не притронулась к нему пальцем. После того, как, даровя влепить Лёше за трещину, промахнулась, попала по гвоздю, торчащему на стене, и окровенила всю руку. Нет, нет, случай с кузнецом был смешнее. Помнишь, Гордюшенко, этому кузнецу с 12 лет сдали Лёшу в науку. И вот как-то раз ученик неправильно прикрепал ручку к поповскому тазу для варенья. Ну, кузнец-то тот рассверебел, хотел оборвать Лёшке уши, дозапнулся о железную полосу, упал, головой ударил сабадью с дёгтем, и всё её опрокинул на себя. Это что, товарищ Дочдип? Да уж, ежели говорить о Ширикове, так надо вспомнить о том знаменитом во флоте случае, ну, помните, во время нашего загранпохода. Ну, да. Лёша тогда уже миноносом командовал. А как он блестяще прошёлся в танго с итальянской принцессой. И что потом из этого последовало? Стоп, моряки, задний ход. Этот случай относится к недавнему прошлому. А рассказать нам нужно Алёшиной молодости, когда он впервые принял звание военного моряка. Так в таком разе, товарищ Дочдип, я так понимаю, не обойтись без коменданта города Бердянска. Помните? Правильно, Сердюк. Ну, как же можно без коменданта? Ему-то есть что порассказать. Небось, не забыл Лёшу Ширикова. Не вижу повода для смеха. Да, Шириков я помню, конечно. Если хотите, дам соответствующие показания по его делу. Но должен тут же заявить, товарищи, о вышеназванном Алексею Ширикове ничего хорошего сказать не могу. Выражаясь фигурально, змею отогрел я на своей груди. Высшая степень оказался неблагодарный, двуличный, я бы сказал, тип, понимаешь. Между прочим, не один я так думаю. Могу сослаться на вполне авторитетное мнение. Моя машинистка Маргарита Полонна. Дама с понятиями, вкусом. Так вот, Маргарита Полонна не может даже слышать имени Ширикова. Ах, не говорите. Я так ошиблась в этом человеке. Так ошиблась. Да, не скрою. Я отнеслась к нему благосклонно. Но поймите меня, я женщина с нежными чувствами. Совершенно не могу долго выносить одиночество. К тому же Шириков был в то время комендантским шофёром и мог, в конце концов, считаться человеком из общества. Но как я обманулась, бог мой, как обманулась. Вы подумайте. Этот мужлан предпочёл мне дочь вокзального сторожа абсолютно простую, необразованную девчонку какую-то, извините... Ну, 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 мадам, тихо, 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 успокойтесь. Вы мою Иришку не трогайте. Такую девчину поискать, что видом, что характером, что работой всем взяла. А уж гордая, не приведи, господи, помучила она-таки парня. Даром, что восемнадцать лет всего стрекозе сравнялась, порядком помучила. Да видно, было за что. Ну-ка, Ириша, рассказывай, чем тебе Алексей тогда не по носу пришёлся. Да ничего я, батя, никому рассказывать не буду. Моё то дело, никого оно не касается. Да и, сами знаете, много с тех пор воды утекло, а что было, то бульём поросло. А каков был Алексей Васильевич Шириков, когда к нам в город приехал. Про то пусть уж лучше он сам расскажет. А что? Помогу, пожалуйста. Вот тут товарищ Дадждиев сказал «Счастливчик Шириков». Правильно, счастливчик. Непостижимое везение было у меня во всех делах. Сами судите. В конце шестнадцатого года в армию брали двадцатилетних. А мне и тут повезло. По всем обстоятельствам должен я был попасть в серую пехоту и кормить своим молодым телом шеи в окопах. На воинском присутствии полковнику, видать, понравился мой нос с картошкой. Посмотрел он на меня, да и буркнул. Направить в автомобильную роту. Пока меня в роте обучали машину водить, слетел с трона царь. После октября поехал я в деревню навесить отца. Что греха таить, в деревне лихо погулял, как-никак столичный гость. Но, оказывается, там один вышел. Между нами говоря, приволокнулся я за чужой милкой. Так, для форсу больше ей-ей. Ну, а парни деревенские, бывшие мои приятели, взяли, да и накрыли меня. Ночью, на выгоне. И представьте себе, я из этого боя вышел вполне удачно. Всего только один резец в нижней челюсти потерял. Но, вернувшись в восемнадцатом в Петербург, вставил новый зуб. Самый дорогой и красивый, из чистой платины. Отдал четыреста рублей киренками и полпу до гречки. Я мог позволить себе такую роскошь, ведь я тогда шиферил у председателя финансовой комиссии Совдепа. Но зуб был просто великолепен. Блестел таким голубовато-матовым отливом. Похож был на молодую луну. Между прочим, производил неотразимые впечатления на девушек. Кавалера с платиновым зубом уважали. Но, однако, Петербург мне в скорости наскучил. Захотелось попробовать иной жизни. Пошел я военный комиссариат и уже на третий сутки катил на фронт. Но, не думайте, ехал я не как-нибудь, не как все, ехал с удобствами. Я сопровождал старый Бенц, отправляемый на фронт. Бенц стоял на платформе, а я, развалясь, блаженствовал на его мягких подушках. Парень, я был дельный, в дорогу с собой сообразил кое-что, прихватить, ну, там, соли, гвоздей и всю дорогу горе не знал. В обмен получал и пироги, и кур, и масло. После двухнедельного пути вылез я в Бердянске своего Бенца, распухший от дорожного, безделия и усиленного питания. Мой Бенц шел по накладной с назначением в штаб боевого участка фронта. Нужно было отметить бумаги. И направился я к коменданту города. И вот с этого-то утра и перекрутилась вся моя жизнь. Граждане, не шумите. Я же просила, мешаете работать. Граждане, не шумите. Неужели так трудно понять? Видите, ну, не культурный народ. Товарищ, товарищ, вы куда? Комендант занят. Извините, гражданчик, мне срочно поезд ждать не будет. Вот только накладную подписать и на фронт в штаб. Дайте вашу бумагу. Вот и сам комендант. А в чём дело, Маргарита Павловна? Почему такой шум? Граждане, не ждите. Сегодня принимать не буду. Занят, занят. Семён Петрович, вот молодой человек, у него направление в штаб. Подписать нужно. В штаб? А ну-ка, дай бумагу. Так, так, так. Ага. А ну-ка, парень, пойдём ко мне в кабинет. Маргарита Павловна, вы здесь всех того на завтра. Ясно? Проходи, проходи. Проходи, садись. Так, накладная, значит, легковой автомобиль типа Бенц. Так, 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 направляется в штаб. Да, как твоя фамилия-то? Шириков Алексей. Так, Шириков, ясно. Шофёр, значит? Ну да, шофёр. Из Питера? Так, точно, товарищ комендант. Так, вот какие дела, Шириков. Ну, друг, давай руку, будем знакомы. Бенц, говоришь? Ничего, машинка-то хорошая. Вполне подходящая, товарищ комендант. Вот это дело. Хорошо, Шириков, хорошо. Ну что ж, сейчас пошлю комендантский взвод на выгрузку автомобиля, а ты останешься при мне шофёром. А как же штаб? Вот что, парень, у меня, понимаешь, такой обычай. Вроде как у генерала Суворова тут я один вопросы задаю, а все только отвечают. Запомни себе. Не спрашивать, не спрашивать. Оно и спокойнее без вопросов-то. Вы начальство, вам виднее. Вот, так-то лучше. Эй, Мартюшка! Есть! Сидоров здесь. Живая на вокзал. Вот с этим товарищем. Выгрузите автомобиль и сюда его ко мне. Понятно? Понятно. Выполняйте. Шириков, Шириков, стой. Приведёшь автомобиль, зайди, друг, в канцелярию, скажи, что я приказал выписать тебе наряд на синее галифе. Что тебе в ватных-то преть? Ну, а теперь иди, иди. Да посорожней там, не повреди чего. Вот, Маргарита Полонна, дела какие, понимаешь, а то коменданты без своего автомобиля не солидно понимаешь. Семён Петрович, я хочу сказать, вы меня извините. Я о вас забочусь. Не вышло бы какой неприятности со штабом. А что такое? Ведь автомобиль, если разрешите так выразиться, в некотором роде захвачен вами с налёта. Да, это верно. Надо как-то компенсировать штаб боевого участка за утрату. А что такое придумать? Может, конём вашим заменить? Конём? Всё же транспорт. А здорово понимаешь. Любимый боевой конь, верный товарищ битвы, сражений, и седло совсем новенькое, японское, понимаешь. Пишите, Маргарита Полонна. Значит так. Довожу, мол, до сведения штаба, что ввиду перехода вверенного мне управления на механический транспорт направляется ваше распоряжение для сдачи в действующую часть строевой конь-жофр. С присовокуплением кавалерийского седла иностранного образца. Иностранного образца. Вот так Лёша и начал обслуживать коменданта. Он был единственным шофёром в Бердянске. Ему кланялись самые почётные граждане. Даже соборный протопоп, встречая несущийся бенц, кивал бородой. Но при всём том обычное Лёшино везение покинуло его в Бердянске внезапно и коварно. Началось с того, что в первую же ночь в комендантском общежитии его бесстыдно и подло обокрали. Из сундучка моего вытащили всё ценное, а запястья срезали часы только недавно купленные на барахолке. Я, понятно, загрустил. Он загрустил. Видали? А кто, понимаешь, пострадал от этой его грусти? Повёз он меня на следующий день по служебным надобностям и, пожалуйте, врезался в водопроводную колонку и опрокинул её. У автомобиля лопнула тяга левого колеса, а из свороченной колонки фонтаном рванулась вода и смыла меня с сиденья, понимаешь? При всем ты честном народе, коменданта-то! Берзика, ребята! Прокатался! Возьмите пары! Возьмите пенсию! Возьмите пенсию! Возьмите пенсию! И среди поля дорога тесна! Ты что это наделал такой рассекой, понимаешь? Что наделал? Спрашиваю. Смир Петрович! Молчать! Это дать за суток ареста с исполнением служебных обязанностей! Пожалуйста! Подумаешь! Но оказалось, что это были еще мелкие невзгоды. Они не стоили внимания в сравнении с сердечной катастрофой, постигшей вскоре Лешу. Отсидев положенный срок, я разозленный плюнул на общежитие и уехал на частную квартиру к вокзальному сторожу. Первый же шаг, сделанный в домике сторожа, сразу же и бесповоротно выбил меня из колеи, потому что при этом шаге наткнулся я на хозяйскую дочь Иришу. У нее были глубокие, вроде как затуманенные глаза, которых хотелось утонуть, и веселый маленький рот. Да что там! Видал я! Видал, как мой новый жилец проводил Иришку взглядом, пока она переходила дворик, а потом, как стиснет в кулаке кожаную фуражку, аж заскрипела она, а сам так это задушал, задушал. Ну, думаю, кончен парень. Но нашла тут коса на камень, Иришка моя решительно не хотела замечать великолепного комендарского шофера, не хотела и точка. Уж Леша и так, и сяк, и с того боку, и с этого. Но на все его разговорчики, да на зубоскальство, девчина моя только вздернет такого небрежно плечиком, поведет бровью, с тем наш кавалер и остается. А как-то, ой, смех не бил, принес Леша романный букет пионов, видать, нарезал в комендантском саду, а Иришка как раз в сарайчике корову доила. Черни брони, как речи, тенния книжка ясная в день. Он, значит, к ней туда. Очень, 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 девочек. Сует ей букет и чего-то все говорит, говорит, путано, так да горячо. Так что же бы вы думали и сделала эта вредная девка? Протянула она букет крови и так, слышу, ехидненько, сладенько говорит. Погляди, милочка, какой у нас квартиран добренький, цветочков принес. Ну, ясное дело, корова цветы сживала, а Леша выскочила с сарайчика, аж белые весят обиды. Понятно, доведись каждому. Ну, долго он что-то начищался у себя в коморке, а потом голем таким прошел мимо Иришки, даже не взглянул. Идет себе посвистывает. Куда же это таким франтом, Алексей Васильевич? А прогулят, Стихон Иванович, вечер благодатный, на бульваре музыка духова играет, да и публик там поинтереснее, чем в здешних захолустных местах. Ну, ну, счастливо повеселиться. Не соскучите, Стихон Иванович, я себе везде компанию найду. Не лыком шит. Алексей Васильевич, какая неожиданная встреча. Вечер добрый, Маргарита Аполлонна. Что это вы в одиночестве гуляете? Такая, может сказать, дама. Ох, оставьте. Я не верю комплиментам. И вообще, Алексей Васильевич, я во многом разочаровалась, поверьте. Моя жизнь это роман. Настоящий роман. Но к чему я вам это говорю? Разве вас это интересует? К тому же, я, вероятно, задерживаю вас. Вас жду. Вы спешите. Никто меня не ждет. Никуда я не спешу. Маргарита Аполлонна, позвольте составить компанию. Вам позволяю. Знаете, у вас есть что-то такое. Нет, не стану говорить. Может быть, потом, когда-нибудь. Дайте мне вашу руку и прошу вас, уйдем, не только. Он туда, в тенис той ле. Я расскажу вам свою жизнь. Это роман. Роман. Никаких чувств к машинистке я, конечно, не питал. Но, тем не менее, провожая машинистку домой, я пригласил ее на следующий вечер к себе, приврав, что я именинник. Дама пожеманилась, но согласилась. А пригласил я ее из тонкого расчета. Уж очень хотелось мне насолить Ирише и показать этой девчонке, что мною могут интересоваться даже дамы высшего полета и что я не позволю над собой издеваться. И вот на закате солнца я торжественно проследовал домой, имея под одним локтем даму бордовой кофточки, а под другим бутылку разливного рислинга, добытую из-под полы на базаре. Ириша сидела на скамеечке, но даже не подняла головы от книжки. Ее равнодушие сразу лишило всякой прелести дьявольский план моей мести. Мне стало тоскливо, скучно и противно. Я мрачно и молча подливал моей гости рислинг, она пила охотно и глаза у нее быстро мутнели, как у засыпающей трески. Пейте, пейте, Маргарита Аполлоновна, пейте. Я пью за любовь, Алексей Васильевич, за любовь и за родство душ. Чокнешь. Да вы не пьете. Мужчина, если он настоящий мужчина, он должен пить, курить. В нем должно быть что-то первобытное. Вы согласны? Чего? Да вы меня не слушаете. Я вас понимаю. Зачем слова? У вас есть гитара? А, вот она прелестна. Гитара. О, я обожаю гитару. Звуки гитары это огонь, страсть, поэзия. Дышала ночь восторгом сладострастия, неясных дуна и трепета полна. Я вас ждала за безумной жаждой счастья. Дайте мне вашу руку. Вы чувствуете, как тревожится мое сердце? Чувствую. В эту минуту наши сердца созвучны, не правда ли? Я вас ждала и мляла окна. Все, до дна. Да, да, до дна. Наш уголок я убрала цветами к вам одному отец. Нет, вы меня не поняли. Маргарита Аполлонна. Маргарита Аполлонна, меня не поняли. Вино, говорю, все. Ну да. Все выпили, пустая бутылка, вот. Конечно. Вино. И уже ночь. Да уж, поздно. Вам завтра на работу, вам отдохнуть бы. Алексей Васильевич, прощайте. Я должна, понимаете, должна уйти. Да, да. Я не могу, не имею права оставаться так долго наедине с холостым мужчиной. Ради Бога, пощадите меня, не уговаривайте. Что вы? Я не думаю уговаривать. Конечно же, вам идти пора. Разве я же не понимаю, вы дома тонкой, порядочной, разговоры пойдут. Ну, конечно. Разговоры. Нет, вы идите. Благодарю за то, что не отказались посетить. Я провожу вас, провожу, пойдемте. О, сумочку не забудьте. Сейчас мы быстро вас доставим домой в полный, так сказать, сохранности. Субтитры создавал DimaTorzok. ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Разрешите? Калиточку открою, спешу очень. Алексей Васильевич Как спалось, Алексей Васильевич Кстати, батька велел вас спросить Чего не купите у нас наш старый самовар? Чего? Откуда ваш папаша взял, что я самоварами интересуюсь? А что ж? Разве ж он безглазый чедурной? Он же ж видел, как вы вчера до себя с самоваром под ручку прошли, аж пар шел Что? Ну, знайте! Вот в этот самый день мы впервые и увидели Лешу Ширикова Боясь получить новое оскорбление от жестокой девицы Он после работы не пошел домой Ему захотелось побродить у моря Поглазеть на теплую синюю даль Успокоить сердце беспредельной широтой Простором, зеленым шелестом волны Леша пришел к нам на пирс Гляди, гляди-ка на этом, пушка Ну да, где это? Ну вот, стыль, у нас резерв-то покрытый А сзади пулемет Братцы! Чего это тарахтит-то так? Деревья, не понимаешь? Мотор, видишь, да им куриц над балбой Да бензин работает, видать Невелики больно суденышки Мал золотник, да дорог Это же истребители По всему видать Слышал я Пригнали их с севера Для Азовской флотилии Эх, моторчик-то, моторчик-то хороший Ёлки зеленые Эх, ревет как, а? Да уж, даже земля дрожит А вон и командир их не щадит Где? А вон на стенке Военные моря, видишь? Фуражка с белым верхом С золотой нашим О, ага Ходит машинка Сердюк Эх, ходит, товарищ, начальник дивизиона Извиняюсь Это истребители, товарищ командир Да что вы, молодой Это суповые миски Супу дадите пробовать Своих не кормим Для чужих варено Значит, беликов кормить будете? Будем Хоть сегодня покормили бы Да вот, чё-то тебе подери Мотористов не хватает А без моториста, молодой Истребитель, всё равно, что Чемодан без ручки О, ну, а за сим я удаляюсь Оставляю вас наедине с морем И собственными мыслями Мечтайте, молодой, мечтайте Кстати, вон луна всходит Бывайте здоровы Бывайте здоровы Мечтайте Какие уж тут мечты, прости, господи И луна выползла Глупая какая-то Ухмыляются во всю рожу Пора, мол, Лёшенька Домой тебе идти На смешки новые выслушивать Горю моё горькое Чёрные бровые Каприочи Терненья огничка Ясный, как дель Очи, вы, очи Очи, девочи Ой, Алексей Васильевич За самоваром ходили, Алексей Васильевич Нет Это уж чересчур За что вы меня терзаете, Ирина Тихона Чем я вам не пришёлся Вы мне даже отвечать не желаете, Ирина Тихона Разрешите присесть рядом Звёздочка какая колючая Как ёжик Нет, Ирина Тихона Про звёздочки меня нынче не впору слушать Вы мне сперва ответ по моему беспокойству дайте Проша-то вы интересуетесь, Алексей Васильевич За что вы меня мучаете, Ирина Тихона Ну чего вы смеёте, Ирина Тихона А смешной вы, Алексей Васильевич Вот форс у вас много А я форсистых не люблю Какой же во мне форс? Вот такой Вот даже ходите не как человек, а как дудак Как кто? Дудак Ну птица такая в степи живёт Ну иначе дрофа Вот под листогов всегда вышагивает Важно-приважно Вот в точь-в-точь, как вы Верно думаете, раз из столицы приехали Так и люди вам по плечу Ей-богу, никогда такого не думал Так может, сами не думали, а форс за вас думал Уж я вижу Я людей на глаз разбираю Ну не знаю От вас первый такое слышу Между прочим, со многими девушками знакомство водил И все мной довольны были Даже сердцем привязывались Так на вкус и цвет товарищей нет Пусть их привязывается, это ихнее дело Может, вас Наружность моя Компрометирует Вот ещё Я к наружности не вяжусь Был бы человек настоящий А там хоть нос картошный На это не глядеть Мне главнейшее Чтоб большое чувство в человеке имелось Чтоб сила сказывалась А Милюзу, насколько ни форси, выше крыши не прыгнет Мне только форменный герой бы по сердцу пришёлся Чтоб храбрый был Да где такого найдёшь? Внимай его А может, я такой и есть? Ой, сказали Это вы такой Вот он, форс-то ваш Спасибо на добром слове, Ирина Тихона Спасибо, спасибо Злой у вас характер Прямо не женский, а обратный И откуда вы про геройство знаете, какое оно бывает? Всего-то в жизни видели, что свою хату да корову Молоко доить тоже не надо на больших чувств иметь А человека обидеть вам ничего не стоит Может, я при военном транспорте Свою пользу побольше приношу такого Кто из винтовки пуляет? А мотор, он тонкая штука Вас вот год нужно учить, и то не научитесь А на других критику пускаете Ну и ждите себе королевича Прождётесь Да шо вы на меня налезаете, Алексей Васильевич? Шо вы руками намахиваетесь? Чья она не тайна ваш вкус разговаривать? Идите себе И зубом на меня не сверкайте И зуб у вас поганый, железный От него во рту ржа может пойти Ах, и зуб вам уже не нравится Платиновый зуб, железный? Что вы за цаца такая, подумаешь? Да вам такого зуба и в жизни заиметь Он больше вашей хаты с коровой и вами стоит У вас и понятия о нём нет Закисли вы в захолустье, Ринтихона, закисли И прощайте И куда глаза глядят? Алексей Васильевич Чего сдурели? Тюскоженный Всю ночь я не мог уснуть Мысли плясали, как соринка в кипятке На работу вышел заспанный, злой Грубил коменданту А после рабочего дня Снова пошёл в порт Ну давай, давай Осторожней, не спеши, братва Ну куда ты, куда, ну что делаешь? Побьёшь ведь ящики, дурень ты, бестолковый Так, так, ребятки, дружней, дружней Пошёл Вот так Рябов, не севай на палубе, принимай Так, так Здорово у вас получается А? Говорю, здорово получается А тебе чего, курносы? Да нет, ничего Смотрю вот Да Ну, а с командой как у вас? Набрали комплект? Вот тяна Да ты что же Отдел формирований на своих двоих Да интересуюсь Товарищи, ваш командир При мне жаловался, что Мотористов нехватка Гордюшенко Часом не знаешь Что это за странная личность Говорит Командир ему жаловался На недобор команды Жаловался? Ага Вид, невзрачный Нож нашлёпкий Волоси пегики В общем, чёрт его знает Чёрт его знает Может, шантропа Может, и нет Ну, в общем, Сердюк Осторожность моряку не мешает Ну, знаю, знаю Ступай Мотористов действительно Не достаёт, товарищ А вы Может, знаешь Каких ребят Способных до мотора А, видать Служба у вас хорошая Чистая Кругом вода Не замажешься Не запылишься И одежда красивая Ну, о чём речь Одно слово Морской флот Так как же Знаешь? Многих не знаю А вот Насчёт себя могу предложить Я, конечно По автомобильному двигателю Обучался Но, верно С практикой О, так Чего же ты Молчишь-то Ах ты Ну, что ты делаешь Пусти Пусти плечо Полно же Молопища, как железная Ну, пусти Пусти Что ты Что ты Вот ты, сукин ты, сын Раздавите аж пилем Сидишь И в молчанку играешь Ах ты Виктор Петрович Товарищ начальник дивизиона В чём дело В чём дело, Сердюк Противник на горизонте, что ли Никак нет, товарищ начальник дивизиона Моториста нашёл Вот сидит Помалкивает тряпочку Вот он Кажется, вчера имели честь познакомиться Припоминаю Откуда вы, прелестное дитя И что вы умеете вертеть Мотор или вала за хвост Я, товарищ командир По швирскому делу По рекоменданте города езжено Минутку Шофёр Это же почти находка Сердюк Есть Спусти его на палубу Без повреждения конечностей И сдай Гордюшенке И выдать ему робу Идём, идём Давай, давай, давай Разрешите сказать, товарищ командир Не разрешаю Дипломатические переговоры Исчерпаны Начинается военно-морская служба С комендантом как? Хватится меня И дезертирую зачислен Ух ты, правильно, молодой Толковые предположения Сердюк Да Распорядись сообщить коменданту города Что его шофёр реквизирован Морским командованием Ну, в порядке боевого задания Всё, спускай Есть Гордюшенко Принимай моториста Ну, как, молодой Не жалеешь, что променял Свою швейную машинку На нашей моторчике Нравится служба? Очень нравится Товарищ начальник дивизиона Настоящая у вас жизнь А уж моторы Гордюшенко мне всё показал Так это ж Товарищ наш див Как есть Боевые моторы Не то, что раздрызганный Двигатель комендантского бенца У такого мотора постоишь Человеком станешь Ну, ну, привыкайте, товарищ Шириков Ну, человек-то из тебя делать да делать Пять дней на судне околачивайся А никакого в тебе ещё морского виду нет Вот форминку надел А как На суше, может, и сойдёт А у нас Зазорно смотреть Подтяни её Поясом-то Ну, как следует Вот так Вот так Чтобы не было ни одной лишней складочки Вот Вот Ишь ты, без козырку-то Это тебе не шляпа Цилиндра Опять же, её нужно особо носить Чтобы вид был лихой Вот так Вот Ну, чуть-чуть На бекрень Но только чуть-чуть Меру Знать должен Моряк, он всегда Подтянутый, ловкий Помни, Шириков Вот И говорить ты должен Научиться по-нашему Такие слова Как там верёвка Там лестница Это ты забудь Это сухопутные слова У нас есть свои Настоящие слова Вот Я тебя научу Только запоминай Вот Вот Каждой вещи Своё название Понял? Я запомню Ей, Бог, запомню Товарищ Нождив Да Разрешите с просьбой обратиться Ну? Надо бы мне На квартиру сходить Сундучок свой С вещами взять Резонно Только вот что Сейчас Сердюк Гордюшенко Есть Берите винтовки Отправляйтесь с ним Боюсь, как бы комендант Не попытался умыкнуть Обратно похищенную нами Драгоценность Есть Сопровождать Товарищ Нождив Есть Сопровождать Товарищ Нождив Ну, пошли, Шириков Собирайся Момент, братцы Момент Я шел Между двумя товарищами Думая Как увижу Сейчас Ненавистную мне Теперь Иришу И как холодно Распрощусь С ней А между прочим Когда мы подошли К двери домика Сердце мое Почему-то Заколочилось А под бескозыркой Взмокло Ой Шо это? Алексей Васильевич За шо вас? Смекаешь, Сердюк Барышня Это как испугалась Бедная Думает Мы Шириков Арестовали Под конвоем В воде Дела Смех Прав Ничего-то вы Ирина Тихона Не понимаете И понять не можете Ошибаетесь Ирина Тихона Мы еще Повоюем Довольно мне При толовых обозах Околачиваться Я теперь Военный моряк Красного Рабочек Крестьянского флота Позвольте Сундучок Свой возьму Но теперь Прощайте Хоррупт хоть Дадите И на том спасибо Не поминайте Лихом И пущай мой зуб Вам больше Не досаждает Желаю вам Дружка С подходящим Зубом Не плачьте Барышня Он вернется До вас После первого Геройского Боя Пожелайте ему Барышня Попутного ветра Скоро В море Выходим Попутного ветра Геройского Песня Отставить песню. Перестань свистеть. Лышь! Якорь поднимаем, сейчас сниматься будем. Просвищешь команду. Эй, машина! Есть машина! Отдать кормовой! Отдать кормовой! Есть отдать кормовой! Малый, вперед! Малый, вперед! Есть малый, вперед! Пошел! Пошел! Эх, здорово! Вот дурить, как маленький! Катюшенко! Куда едем? Едем! Вторую неделю злотскую форму носишь! А говорить по-человечему не научился! Это девки на фейтонах ездят! А моряки ходят! Понял? А куда идем, туда и придем! Ты это себе на носу зачекай! Про это начальник знает! А нам машинным духом одно полагается! Верти машинку на столько оборотов, сколько от мостика закажут! Куда идем, до этого нашего интересу быть не должно! Понял? Угу! Вот так! Волны, вперед! Волны, вперед! Волны, вперед! Волны, вперед! Чего это? Чего это меня бросило так? Привыкай! Истребитель он тебе не бендю! Когда на полный ход так держись за воздух, а то улетишь! Можно наверх глазком взглянуть? Глянь! Только черта ты там углядишь! Ночь-то вода идет! Эти же здесь! Страсти! Глаза ледят! И как это настиг и Сирюк на мостике держится? Не пойму! Да что, карту глядят! Ладно, хватит! Слазь! Протри мотор! Есть! Черт! Ну и ветерок! А туман как сметана! Скоро рассветать начнет, товарищ Нождиев! Дойдем до точки, Сердюк, и будем ложиться на обратной! Оперативное задание выполнено, а продолжать разведку в такой не проглядится, нет смысла! А посудинка работает неплохо! Не сглазит! На полном ходу узлов 30 выжимали! Добрый ходим! Рулевой к повороту! Есть! Поворот! Поворот 16 румбов, курс 273! Дево на борт! Есть! Дево на борт! Так держать! Есть! Так держать! Скоро утра! Хорошо, что море пустое! Прежде в Азовском в таком тумане большими ходами не разгулялись бы! Давно бы кому-нибудь в трюм заехали! Это беспременно! До войны тут разные посудины с тайками, под ручкой гуляли, как барышни на бульваре! Сердюк, солнце! Смотри, красота какая! Товарищ Начзип! Справа борта силуэт! Что? Белые! Эсминец типа строгой! Полный ход, Гордюшенко! Полный ход, Гордюшенко! Здесь полный ход! Молодец, Гордюшенко! Теперь Сердюк прикинет! Ход эсминц такого типа 32 узла! Но машины у белых изношены! И обслуживаются разной шушерой, вроде гимназистов и кадетов! Следовательно, из 32 нужно вычесть приблизительно 10! Остается 22! А истребитель спокойненько держит 30! Ясно, белые могут болтаться за кормой, пока им не надоест! Так, дистанция сейчас 75 кабельтовов! Значит, минут 10 белые могут поразвлекаться учебной стрельбой по быстроходной цели! Ну что ж, пусть! Это забавно и помогает боевому воспитанию команды! Ну, попасть на такой дистанции в идущий полным ходом истребитель! Мало шансов даже для призового артиллериста! Ага, начинают! Залп! Десять, тринадцать, шестнадцать! Вот сейчас! Для первого залпа неплохо! Боевую тревогу! Информировать машинную команду, что ведем бой с миноносцем и требуется хорошо держать ход! Гордешенко! Ширенко! Идем бой с миноносцем! Держать ход, как часы! Понял? Есть держать ход! Видал сердюнь, какой недалек! Пулемет отставить! Орудийный расчет остается на местах, пулеметчикам сойти вниз! Это целесообразнее! И сменится в поле! Орудийный расчет остается каждой минуты! Ха-ха! Уходим! И чего они снаряды тратят? Платоническая прогулочка! Только утро любви хорошо! Хороши только робкие первые встречи! Сердюк! Что это? Слышишь? Гордешенко! В чем дело? А? Немедленно запустить! Немедленно! Минутку! Все! Все! Перелет! Это уже пахнет захватом вилку! Если мотор не оживет, исход боя предрешен! Пулеметчики на места! Носовое по миноносцу противника! Прицел 71, целик 18! Прицел 71, целик 18! Огонь! 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 Чтоб тебя! Да что тут такое стряслось-то? Семь чертей тебе в плотку! Ну чего сдох, чего? Стреляют! Гордюшенко по нас стреляют! Стреляют! Ещё не то будет, если мотор не исправим! Чёрт такаянный! Гордюшенко! Так поживает твоя матушка! Что ж ты делаешь? Разорвись пополам, а давай ход! Давай инструменты! Быстрее же, ну! Чёрт, чтоб тебя! Ну чего вылупил, Саш, пальцы трясутся! Свечу же вырони его! А дьявол тебя задери! Ну чего ты? С чего ты, Гордюшенко, чего ты? Так перед этак сдохли! Зажигание вышибло! Замыкатель! Знаешь, небось, такой крошечный платиновый замыкатель! Обломался и, наверное, под мотор завалился! Вот ищите мир, Владимир Мазучев! До второго прошествия! А запасного-то нет? Иди ты! Помирать! 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 Да нет, 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 нет! Я поищу! Я найду право! Найду! Сейчас, сейчас! Я найду! Что роешься, дурак? Найти хочешь? Всё одно, что иголку в хлебном амбаре! Нет, нет, нет! Приехали! Вылезай! Ну, еще разик и к рыбам в гости. Куда? Шириков, куда, спрашиваю? Рабу даешь? Да командуй сверху, не трожься с места, а то размозжу. Это я, Гурченко, прости, сам не знаю, как это я побежал, не завладал, прости. Стыдно мне теперь, мне в пору хоть помереть, вот с места теперь не сойти. Дурной, куда бежишь, что это тебе не земля? Ладно, не винись, впервые-то со всяким случается. Ну, опять. По зубам. По зубам. Гордюшенко. Зуб. 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 Ты что, парень, со страху спятил? Да нет, да нет же, Гордюшенко. Зуб. Хуй, зуб. Зуб. У меня во рту мой зуб. Платиновый. Вот он. Рви. Рви же скорей. Анафеба. Лешка, дьявол. Плоскогубцы скорей. Да вот они, вот они, на стадине. Да давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Рот. Разъемляй. Ничего, ничего, Лешка. Полежи, отойдешь. Сейчас мы его, твой зуб-то, сколотим, приладим. Сейчас. Что-то красное в глазах. Больно страсть. Вроде как я в тумане. Ничего, Лешка, потерпи. Сейчас мы его. Готово. Шарумент. Так, 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 так. Так, сюда, сюда. Стреляю, черти. Ничего. Теперь не достану. Включаю стартер. Есть, есть, потор. Сердюк, есть, потор. Товарищ, это не потор. Есть, потор. Есть, есть, Леша. Теперь все в порядке. На-ка. На-ка, хлебни, браток. От водки боль полегчает. Хлебни, хлебни, парень. Морская ты душа. Ага. Ну, братва, вовремя справились. Уходим, как черти. Виноносец припиковым интересам. Только раз и зацепил. Мне вот кожу ободрало. Максимку при пелемете повредило. Стой, стой, стой. А тебя никак тоже задело Шириков? Это я его малость суродовал. Зуб у него понадобился. Зуб? Ну, да. Для справности мотора. У меня замыкатель в зажигании обломился. А у него зуб-то, понимаешь, из платины. И как он догадался? Иначе бы сели бы на дно сейчас. Лёшка, браток. Да ты выйдь, Лёшка. Посиди на ветру-то. Продуйся. А то зелёный, как трава, понимаешь. Сердю, помоги парню. Пойдём, пойдём. Пойдём на островку. Вот, иди сюда. Вот, иди сюда. На островку. Вот здесь, вот, посиди. Сядь, сядь здесь. Вот, отдышись. Отдышись. Ну, как? Давай садим. Сидите, сидите. Молодец, товарищи. Благодарю за службу. Доложу по вашей находчивости командующему. Благодаря ей мы выскочили из чертовской неприятности. Спасибо. Сидите, я сказал. Сидите. Не стоит благодарить, товарищ начальник Зиона. Служу трудовому народу. Ну, герой наш отлежался, отдохнул. Пришёл, так сказать, опять в полную форму. Дня через три после памятного боя шли мы с ним по базару. Оба весёлые, довольные, поглядывая по сторонам. И вдруг слышу робкий такой голосок. Алексей Васильевич. Эй, я думаю, та самая барышня, что в домике нас встретила. Говорю себе, сердюк, соображай, тут деликатность нужна, дело тонкое. Лёша, Лёша, мне тут по делу отлучиться нужно. Ты уж меня не жди. Гуляй, браток, один. Я тут одному товарищу обещал. Так что потом встретимся. Гуляй, гуляй. Как здоровье ваше, Алексей Васильевич? Чего? Благодарю вас, Эрина Тихоновна. Здоровье как здоровье. Вы на меня не сердитесь, Алексей Васильевич. Я про вас ошиблась. По глупости. Думала, вы так себе человек, а вы... Ничего, Эрина Тихоновна, с кем не бывает. Теперь про вас весь город знает. И как вы с белыми сражались, и как через вас истребитель спасли. И вы меня простите за мои надсмешки над вами. Ну-ну, ну чего там. Кто старый помянет, тому глаз вон. Ирина Тихоновна, если вам не неприятно со мной находиться, пойдемте на бульваре. Посидим. Я тоже о вас скучал, Эрина Тихоновна. Можно под руку? Можно. Алексей Васильевич, вы мне расскажите, как вы воевали. Очень-очень вас прошу. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так, Ирина Тихоновна, в морском бою жарко. Смелый вы, Алексей Васильевич, герой. Ириша, Голубка моя. Не надо, Алексей Васильевич. Увидят. Да никого нет. Не бойся. А может, ты про зуб мой вспомнила? Про железный. Что тебе не нравился? Так ты, Ириша, не сомневайся. Ведь того, зуба больше нет, а он свою службу заслужил. Ай, Ириша. Алёшенька. Ириша. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СЕРЕБРЯННЫМИ ЧАСАМИ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЕ В БОЮ С ПРОТИВНИКОМ ДЕСЯТОГО СЕГО ИЮНЯ НОХОДЧИВОСТЬ И ДОБЛЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Вот это да! Лёша, вот часы, бери. Да бери! Носи с честью и учись быть всегда хорошим бойцом и хорошим моряком. Наша семья, семья дружная. Моряк-моряков всегда брат, ты помнит Шириков. Это точно. И пусть твоя личная семья не заслонит от тебя нашего большого революционного долга. Но мы ещё повоюем вместе. Будь счастлив, Лёша! Правильно! Твоя очередь отвечать Ширикам. Говори, говори. Батюшки! А красный-то стал! Вроде только что вымазанная Шириком пища корабля. Речей-то я никогда не говорил. Вот что. Ну да ладно. Конечно, спасибо вам, товарищ начальник, а также нашему командованию за награду и за ваше обо мне мнение. Только какая же это моя доблесть. Если правду сказать, так я здорово испугался сперва. Вот Гурдюшенко видел, подтвердить может. Ну что вспоминать-то, с кем не бывает. И как мне зуб в голову пришёл? Сам не припомнил. Так что, если уж говорить, то это зуб мой вроде доблестный оказался. А я тут ни при чём. Заслуга моя маленькая. Пока б послужил народу только зубом. Но желаю сказать, что, ежели придётся, то буду рвать врага всеми зубами. Которые, между прочим, теперь у меня все на месте. И новый, даже красивший народ. Потому фарфоровый. Вот! Правда и риск! Ну, Марина! Выпьем, дорогие товарищи, за храбрый наш Красный флот. И чтоб он всегда бил врага. Где только не встретит. Ура! 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 Ай! АПЛОДИСМЕНТЫ Об Алексее Ширикове, о том, как он стал настоящим военным моряком, о том, как он нашел свое счастье. Все, что мы вам здесь рассказали, абсолютно достоверно. Если не верите, можете съездить в Бердянск и навести справку. Кстати, там, в Бердянске, до сих пор еще вспоминают Лешину свадьбу. Говорят, что это была самая веселая и счастливая свадьба за многие-многие годы. И я целиком присоединяюсь к этому мнению.